Книга «Открытым оком». Том 3. Вопрос 1188. Тема «Деньги». «Сейчас стало модно изображать хищных зверей на пакетах, платках и прочее. Это случайно?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Есть модное слово «мода». Но кто ее задает? Почему вдруг она, как эпидемия, охватывает все? Разорванные юбки, высокие каблуки и прочее. Есть выражение «законодатели мод». Это, как правило, всегда масоны. Это их работа. И во всем заложена цель – разжижать мозги землян. То они придумают на подошвах обувь и крест, то короткие волосы у женщины, длинные у мужчин. Мода на определенный вид питания, образ жизни. Мода – это действительно три бесовских духа, которые вдалбливают в мозги короткие и бессмысленные слова. Ква-ква-ква. Откровение 16.13.14. «И видел я выходящих из уст дракона, и из уст зверя, и из уст лжепророка трех духов нечистых, подобных жабам. Это бесовские духи, творящие знамения. Они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань. Вон и великий день Бога Вседержителя». Кавычки закрыты. Все это для неверующих, для земли, для недумающих о небе, а для верующих – это поток. Река со всеми этикетками, музыкой. Она уходит в землю. Откровение 12.15. «И пустил змеи из пасти своей вслед жены воду, как реку, дабы влечь ее рекою, но земля помогла жене, и разверзла земля уста свои, и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей». Кавычки закрыты. В видениях пророку Даниилу Ездри, будущие цари, показаны в образе хищных зверей, а иногда в образе травоядных. Архиепископ Андрей делает подобный разбор всех членов села хищников. Но суть в том, суть в одном – в их кровожадности. Есть свидетельства очевидцев, что у детей перед войной появляется непреодолимая тяга к вооружению, в кавычках, и игре в войну. Нужно избегать этого. У нас в поселке, как и в общине, не принято, чтобы на одежде были погоны. Мы считаем это за проповедь войны. Согласно этого, быть может, нас постепенно подготавливают, как и через ННН, к приходу зверя с его печатью. Книга пророка Даниила 7.3 «И четыре больших зверя вышли из моря, не похожие один на другого». Откровение 13.1 «И стал я на песке морском и увидел выходящего из моря зверя с семью головами и десятью рогами. На рогах его было десять диадим, а на головах его имена богохульные». Кавычки закрыты. Это все делается для того, чтобы мы потеряли бдительность. У нас в храме нельзя появляться ни с какой надписью, ни с каким изображением на одежде. И считаю, что это праведливо. Стоит задуматься, почему на новых знаках денежных купюр евро нет никаких изображений, кроме каких-то зданий и знаков пятиконечной масонской звезды. По всей вероятности, именно так должен произойти последний переворот, полный недоумения, молчания, затища, как бы изнеможения, усталости от всех родов правителей, безвластия. Все нарастающая жажда крепкой твердой руки, и вот он явится, чаемый в тысячелетиях. «Как прекрасно все то, что твоем!» Мне повсюду твой слышится голос. Ветром в листьях звенит и поет. Сердце шепчет, как зреющий голос. Эти горы, покрытые мхом, Эти волны, покрытые пеной, Этот берег с горячим песком, Это солнце в бескрайней вселенной. «Боже мой, это ты, это ты! Я с тобою повсюду встречаюсь, Когда рву мимоходом с цветы!» «Иль на чей-то поклон отвечаю, Мне повсюду видна твоя кисть, Твой резец и твой почерк с размахом, В детском зоре, что светел и чист, И в мужских пропотелых рубахах. Это ты нам даруешь детей, Это ты научил нас трудиться, Потому я хочу все сильней И все чаще, усердней молиться. «Боже мой, это ты окрылил мою душу Нетленной надеждой, И от репья земные прикрыл Твоей новой чистой одеждой. Это ты меня петь научил, Потому моя песнь не смолкает, Это ты в меня свет свой пролил, Он и в вечности не угасает. Как прекрасно все то, что твое, Перед величием твоим я не имею, Это ты, это ты мне даешь Все то доброе, что я имею». Вера Кушмир Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok